День Металлурга Первым пусковым объектом на промплощадке стал агрегат непрерывного горячего оцинкования номер 3 в 11-м листопрокатном цехе. Благодаря новому АНГЦ мощности ММК по производству оцинкованного проката вырастут почти на 20% и составят более 2 миллионов тонн в год. Председатель Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, генеральный директор ММК Павел Шиляев, депутат Государственной Думы России Виталий Бахметьев, министр экономического развития региона Сергей Смольников, глава Магнитогорска Сергей Бердников, менеджмент ММК, представители подрядной организации, многочисленная пресса. Рождение нового, столь нужного магнитки агрегата собрало большое количество гостей. И вот долгожданный момент, символический пуск. Спасибо большое. В 2016 году ММК отгрузил потребителям рекордный объем оцинкованного металлопроката. Действующие агрегаты непрерывного горячего оцинкования суммарной мощностью свыше полутора миллионов тонн в год были полностью загружены. Спрос на магнитогорский лист был и остается высоким, поэтому необходимость в еще одном АНГЦ назрела давно. В июле 2015 года руководство комбината подписало контракт на поставку оборудования с немецким машиностроительным концерном «СМС Групп». Возведение АНГЦ номер 3 началось в сентябре 2015 года. Его общая стоимость 6 миллиардов рублей. В ходе строительства было смонтировано свыше 3,5 тысяч тонн металлоконструкций, забито полторы тысячи свай, установлено 12,5 тысяч тонн стеновых ограждений, залито около 15 тысяч кубометров фундаментов. Генеральным проектировщиком выступил магнитогорский гипромес, агент-подрядчиком прокат-монтаж. Производительность АНГЦ номер 3 – 360 тысяч тонн в год. В течение 15 лет мы шаг за шагом запускали агрегаты оцинкования. Когда-то мы 100 тысяч, и это был рынок, мы больше не могли продавать. Потом появился еще один агрегат, второй, третий. Сегодня мы полтора миллиона в последние годы спокойно продавали. А второй импорт последние 2-3 года составляет 700-800 тысяч. То есть 700-800 тысяч они в Россию заводят оцинкованного проката. Если посмотреть на сортамент этого стана, то мы его именно сделали с тем расчетом, чтобы он катал вот ту продукцию, которая сегодня заводится. Агрегат непрерывного горячего оцинкования номер 3 рассчитан на производство продукции для строительной отрасли. Его ввод снимет нагрузку с уже действующих АНГЦ, которые в свою очередь по максимуму загрузятся заказами автопроизводителей. Желающих покупать наш магнитогорский автолист весьма много. Помимо автоваза, это концерны, имеющие свои производственные мощности в России. Kia Motors, Renault, Nissan, Volkswagen Group, Daimler и другие. Также здесь состоялось еще одно событие, важное как для магнитогорска, так и для региона в целом. Был подписан специальный инвестиционный контракт между Министерством экономического развития области и ОАО ММК Метис на реализацию проекта модернизации производства метизной продукции. Согласно ему, до 2025 года ее планируется произвести на 39 миллиардов рублей. Контракт подписали министр экономического развития Сергей Смольников и директор ОАО ММК Метис Олег Ширяев. Магнитогурцы смогут рассчитывать на некоторые налоговые послабления. Нам это дает создание рабочих мест в данном случае. Нам это дает налоговую базу, четкое понимание. У нас возникает понимание, что комбинат усиливает свою позицию на рынке, становится еще более стабильным, еще более устойчивым. И вот это свое чемпионское движение он будет продолжать. Местом второго пускового объекта в праздничный день стал доменный цех ММК. Именно там, ко дню Металлурга, введена в эксплуатацию система аспирации литейного двора доменной печи номер 10. По мощности эта установка равноценна работе 200 тысяч современных домашних пылесосов. В 3.15 делегация прибывает к объекту номер 2. Это система аспирации 10-й доменной печи. Уникальное сооружение. Главная задача этой установки – очистка воздуха на литейном дворе. Ее строительство велось в течение 8 месяцев, с декабря 2016 года. И вот сегодня, в день Металлурга, состоялся торжественный пуск в эксплуатацию. Основным элементом системы аспирации является электрофильтр, который имеет две секции и четыре поля. Достигает внушительных размеров. Его высота 10 метров, ширина 20 метров, а длина 15 метров. А общая высота электрофильтра вместе с металлоконструкциями превышает 30 метров. Эффективность очистки установки – 98%. Этот электрофильтр производительностью 800 тысяч по запыленному газу. То есть мы за один час поглощаем 800 тысяч из загрязненного воздуха. Это большой-большой пылесос, который позволяет работать качественно и без вреда для здоровья. Эта установка значительно сократит выбросы пыли в атмосферу и не только поможет в решении экологических задач, но и улучшит условия работы доменщиков. Об этом делегации на литейном дворе 10-й доменной печи рассказали сами металлурги. Когда не было аспирации, тут, в принципе, понимаете, вот каждый день приходилось обдувать дворы, потому что дом она занимает одной из ведущих мест металлургии по выбросу веществ. И то есть вот запуск 9-й, 10-й печи аспирации решит очень большие проблемы. 3000 тонн мы можем дополнительно потом возвращать железоорудного сырья, железо содержащего, обратно в металлургическое производство. Работа по строительству установки проведена громадная. Только вдумайтесь, на объекте смонтировано более 1 тысячи металлоконструкций и 500 тонн газоочистного оборудования. Общая стоимость реализации проекта составила 595 миллионов рублей. Кстати, параллельно с этой установкой велось строительство подобной на литейном дворе доменной печи номер 9. Ее запуск состоится совсем скоро, в августе текущего года. Завершил череду промышленных пусковых объектов проект по реконструкции газоочистных установок, реализованный в электростареполовильном цехе ММК. Его стоимость составила 1,6 млрд рублей. С вводом в строй нового оборудования эффективность очистки газов достигнет почти 100%. В ходе реализации проекта была произведена замена двух устаревших газоочисток мокрого типа на современные сухие газоочистки. Новое оборудование предназначено для улавливания, охлаждения и очистки домовых газов, образующихся в результате работы двухванного столеплавильного агрегата. А также неорганизованных выбросов, которые в настоящее время не попадают в газоотводящий тракт. Газоочистка состоит из трех двухмодульных рукавных фильтров новой оригинальной конструкции с 20 фильтровальными секциями на каждом фильтре и горизонтальным расположением пылеулавливающих рукавов. Пяти дымососов, системы пылеуборки с беспылевой погрузкой пыли в автотранспорт, компрессорные станции для подачи сжатого воздуха с целью регенерации рукавных фильтров, электроподстанции и системы притяжно-вытяжной вентиляции. Мощность старой газоочистки составляет 250 тысяч метров кубических в час. Мощность новой 1 миллион 380 тысяч. И по загрязняющим веществам на трубе выбросы на старой газоочистке более 20 грамм на метр кубический. На этой газоочистке 20 миллиграмм на метр кубический. Раньше, если подъехать к электросталиплавильному цеху, то вот с этой трубы ушел рыжий дым. В Магнитогорске его называют лисий хвост. Вот так вот похож визуально чисто. Сейчас вы видите, цех работает, ничего тут не остановлено, дыма с трубы нет. Все системы обеспечены средствами контроля над работой агрегатов и автоматизацией технологического процесса. Эффективность очистки газов составляет 99%. Ввод в струй нового оборудования сократит выбросы пыли в атмосферу до 1800 тонн в год. Необходимо отметить, что вводу этих объектов в строй большое значение уделило Министерство природных ресурсов и экологии России. На пуске каждого присутствовал заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Рамиль Низамов. Есть распоряжение правительства и указ президента о проведении года экологии в Российской Федерации в 2017 году. В рамках этого указа и распоряжения правительства ряд мероприятий, а их 220 мероприятий по Российской Федерации. И по этим мероприятиям заключены соглашения между Министерством природы Российской Федерации, Роспороднодзором, субъектами и предприятиями на сумму более 130 миллиардов рублей. Это вклад крупных предприятий в экологическую политику. Уже выполнено порядка более 20 крупных мероприятий и сумма их более 40 миллиардов рублей на сегодняшний день. Хорошие будут цифры к концу года, которые мы будем подводить по снижению выбросов, по снижению сбросов, по переработке отходов. Но что хочу сказать. Здесь, в Магнитогорск, это одна из территорий особого внимания Роспороднодзора. Почему? Потому что достаточно существенная нагрузка на окружающую среду. И в рамках соглашения выполнены три серьезных мероприятия на огромную сумму, более 6 миллиардов рублей в общем итоге. С достаточно серьезным снижением выбросов загрязняющих веществ. На этом жизнь производства и изменения в производстве на магнитке не заканчиваются. Есть существенная программа по агломерату, по изменению агломерации. Также впереди огромная работа по коксохимическому производству, по модернизации. У нас, как у контролирующего органа, есть уверенность в реализации данных мероприятий в ближайшем будущем. Особое звучание экологическая тематика получила предтрадиционная в день Металлурга сдача в эксплуатацию пусковых социальных объектов. Оба находятся в чистейшей зоне Банного озера. Оба поднимут качество отдыха и оздоровления магнитогорцев на новый уровень. Речь идет о современном, с иголочки, клубе в детском загородном центре Уральской зори и новом лечебном корпусе с грязелечебницей в санатории Юбилейный. Открывая эти знаковые объекты, генеральный директор публичного акционерного общества Магнитогорский металлургический комбинат Павел Шиляев заметил, что серьезные инвестиции в социальные объекты есть невынужденная мера оследования курсу стратегического развития комбината. Казалось бы, только вчера наша съемочная группа фиксировала исторический момент закладки первого камня, фундамент будущего клуба. И, казалось бы, только вчера на месте современного здания красовался великолепный пустырь. И вот спустя год, как, кстати, и обещали, надписи на баннерах и фразы в репортаже нужно менять на прошедшее время. Уже построен, уже сдан. Над первыми символическими кирпичами возвышаются входной узел с тамбуром, просторный вестибюль, универсальная площадка для проведения детских мероприятий, гардероб, кабинеты, актовый зал на 298 человек с эстрадой, смежную с эстрадой артистическую и подсобное помещение для хранения инвентаря. Кстати, примерного показа на новом экране в новом зале удостоился репортаж телекомпании ТВИН, кадрами из которого мы начали сегодняшний сюжет. Теперь здесь можно будет смотреть кинофильмы, проводить аудио и видеоконференции, устраивать различные праздники. Праздник решили не откладывать в долгий ящик, уж больно повод хорош, и устроили его прямо на асфальтированной площадке у входа. Дети, радуясь новому клубу, выступали так зажигательно, что серьезные дяди и тети, собравшиеся на открытие, едва не пустились в пляс. В таких случаях, говорят, радовались как дети. Люди, не понаслышке знающие, насколько хлопотное дело строительство, скольких затрат финансовых и технических стоит возвести в чистом поле не просто здание, а досуговый центр, да еще для детей, да еще по самым жестким требованиям санитарной, пожарной, гигиенической безопасности. Искренне радовались тому, как радуются дети. Старый, но до сих пор актуальный лозунг про все лучшее детям в уральских зорях не забывали никогда. А в прошлом году, напомним, лагерю исполнилось 70 лет. Ребята, я завидую вам, завидую этому месту, завидую вашей молодости. Хочу чаще вас видеть, растительности с вами. Радуйтесь, отдыхайте, растите, учитесь. Будьте здоровыми, счастливыми. Мы вас искренне любим и поздравляем. Всего лучшего. На благоустроенной территории уральских зорей создана прекрасная инфраструктура отдыха и оздоровления, в том числе круглогодичного. Есть стадион, крытый бассейн, библиотека, спортивно-игровой зал и многое другое. Центр уральских зорей завоевывал первое место в номинации «Лучший загородный оздоровительный лагерь» конкурса областного Миноборнауки. Единственное до недавнего времени упущение – отсутствие клуба – теперь ликвидировано. В строительство и оснащение клуба ММК вложил почти 74 миллиона рублей, из которых 12 миллионов рублей потратили на современное световое и звуковое оборудование. Здание площадью 1500 квадратных метров было построено в кратчайшие сроки – всего за 9 месяцев. Работы проводились в две смены. Жаль, конечно, было расставаться с праздником детства, но программа мероприятий поджимала. Плюс интрига. Каким получился новый лечебный корпус в санатории «Юбилейный»? хотели увидеть даже те, кто курировал стройку в ежедневном режиме. Забегая вперед, скажем, интрига удалась. Удивлению, восхищению и превосходным степенем сравнения в комментариях гостей не было предела. Основания для такой реакции были вескими. Корпус предназначен для проведения физиотерапевтических и лечебных процедур. В нем размещены залы для принятия процедур водогрязелечения, а также помещения с сухими лечебными процедурами. Строительство корпуса велось с марта 2016 года. Стоимость строительно-монтажных работ составила 78 миллионов рублей. По окончании пилотной экскурсии заинтересованные лица так прокомментировали увиденное. Это в целом развитие предприятия, развитие среды для наших работников. Или мы говорим об экологических проектах, это среда обитания, какие условия в городе. Либо о социальных проектах, это по сути дела то же самое, характеризует качество отдыха для наших работников, для наших горожан. Сегодня опять же с помощью и Магнитогорского металлургического комбината, сегодня с помощью губернатора Челябинской области, сегодня администрация города. Мы сегодня будем вкладывать именно средства и направления держать на расширение, потому что правильный был первый вопрос, насколько это сегодня важна экология и социальные темы. Я когда рассказываю депутатам, что у нас это ничего не уходило, у нас все остается, они все удивлены. Как? Все есть, есть комбинат, который содержит, есть город, который сегодня есть, муниципальное, бюджетное учреждение, и все это финансируется из местного бюджета и предприятия Магнитогорского металлургического комбината. Знаете, и когда слышатся эти проблемы оттуда, то я просто удивляюсь. Магнитка это не другая планета. Если магнитка и другая планета шутили участники брифинга с уже выключенными микрофонами, то люди здесь такие же, как и во всей стране. Трудолюбивые, часто до самоотверженности и заслуживающие гораздо большего. С территории промплощадки и загородных объектов акцент праздника сместился к площади у арены Металлург. Здесь начало торжеств ознаменовало выступление пилотажной группы «Стрежи». «Стрежники выпуски от шасси включили в пары и приветствуют вас, дорогие жители Магнитогорска!» «Стрежники выпуски от шасси включили в пары и приветствуют вас, дорогие жители Магнитогорска!» Группа будет выполнять петлю Нестерова с выполнением перестроения пилотажный порядок «Пирамида». «Петлю начали!» «Пирамиду начали!» «Петлю начали!» «Петлю начали!» «Домолет под управлением нашего командира переходит на снижение!» «Самая сложная фигура пилотажа!» «Поприветствуем нашего командира!» «Недер!» «Недер!» «Наградным городом!» «Братья». «Братья по горячим делам!» «Петлю начали!» «Петлю начали!» Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие металлурги, дорогие магнитогорцы. Я поздравляю всех вас с нашим праздником, профессиональным днем металлурга. Я поздравляю всех с днем города. В этом году исполнилось 85 лет со дня основания нашего комбината. И несмотря на зрелость, магнитка по-прежнему остается лидером среди российской металлургии. Я говорю спасибо всем трудящимся нашего комбината. Я говорю спасибо профессионалам, всем подразделениям нашего комбината за тот добросовестный труд, который вы делаете за ваш профессионализм, за ваше доверие. Я желаю всем здоровья, желаю всем новых трудовых успехов. Будьте счастливы. Спасибо. 88 лет городу, 85 лет комбинату. Они как братья погодки, связаны одной судьбой, общей истории, всегда вместе, как в семье и в горе и в радости. Уважаемые земляки, нам выпала великая честь и великая ответственность жить и работать в магнитке. В городе, который символизирует собой весь наш Урал, опорный край державы. Это вы сделали магнитку магниткой. Город жив, потому что в нем живете вы, живете, работаете, любите его. Вы, магнитогорцы. Счастья вам, здоровья, успехов, благополучия, света, тепла, достатка мира. С праздником! Разрешите зачитать приветствие полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Уважаемый Виктор Филиппович, сердечно поздравляю вас и замечательный коллектив завода всех магнитогорцев с профессиональным праздником – Днем Металлурга. Программы реконструкции, масштабные инвестиционные и экологические проекты открыли перед комбинатом блестящие перспективы. Его коллектив достойно продолжает традиции первостроителей магнитки. Самоотверженный и высокопрофессиональный труд являются фирменным стилем работы вашего предприятия. Примите самые искренние поздравления и пожелания всем заводчанам с праздником. Крепкого вам здоровья, благополучия, новых успехов в созидательном труде на благо России. Полпредпрезидента России Игорь Халманских. Я благодарен судьбе. Я горжусь тем, что я родился, вырос, учился и работаю в этом городе. Спасибо всем, кто живет в этом городе. Спасибо всем, кто сегодня работает на благо России. Магнитогорск – это тот город, который никогда не уронит честь Российской Федерации. Тот город, который никогда не уронит честь Урала. Дорогие земляки, всех с праздником, всем здоровья. Слава России! Слава Митлору Габаровску! Мне очень приятно всегда приезжать в ваш город. И сегодня я вижу, что, как и всегда, главная сила магнитки – это единение. Единение коллектива, жителей города и нашего предприятия. Позвольте выразить уверенность, что мы вместе с вами сделаем наш комбинат еще лучше, а наш город сделать еще краше. Всех вас праздником! Весь мир знает наш город как хоккейную столицу. Клуб Митлору – самый титулованный не только в России, но и во всей Европе. В минувшем сезоне континентальной хоккейной лиги Митлору Гунов переписывал историю отечественного хоккея. И будучи единственным клубом России, не пропустившим ни одного розыгрыша в серии плей-офф, добавил в свой послужной список два комплекта серебряных медалей. В день города и день Митлоруга мы чествуем тех, кто проставляет Магнитогорск на мировой спортивной арене. Хотел пожелать команде успехов в новом сезоне, выиграть кубок, стать чемпионом и показать достойный хоккей. Вам, дорогие болельщики, без которых команда не может существовать, большое спасибо и вам успехов, здоровья, счастья, а нам всем мира на земле. Спасибо. Хочу поздравить вас, нас вместе с этим праздником, праздником города, праздником Днем Митлоруга, команде. Я могу сказать, это также моя команда, частица меня. Пожелать удачи команде, чтобы в следующем году ребята, как можно больше ребят попали на Олимпийские игры, выиграли Олимпийские игры, выиграли Кубок КХЛ. А вам, конечно, пожелать крепкого здоровья. Я, конечно, не профессиональный хоккеист, но небольшое отношение к хоккею, как вы слышали, имею. Но вот это вот произведение, да, и то есть я вот впервые в жизни, я думаю, наверное, не только я, наверное, все мы впервые в жизни видим, вот впервые в жизни держал вот такую уникальную клюшку. Давайте пожелаем Сергею, чтобы он дальше также успешно в нас работал, чтобы дальше двигался и помогал нашей команде завоевывать следующие призы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА